Которые вы делаете в Сирии, это не просто помощь сирийскому народу и сирийскому руководству. Это прямая работа по защите интересов России, граждан наших. Вы и сами об этом знаете, должны об этом знать. Сегодня только, вот сейчас, вот прямо сейчас, смотрел последние материалы с места, где был сбит наш самолет. И погиб наш боевой товарищ. Наши стоят там, выходцы с Кавказа. Вот они там. Он по ним работал. Последние снимки я вот сейчас смотрю, которые они сами сделали и которые никуда не выкладывают. Это не из сети снимки. Наши рожи там бандитские. Так что то, что вы там делаете, это прямая защита нашей страны. Это непридуманные вещи. Я не с потолка это взял. О том, что если там они укрепятся, к нам вернутся. Они и так возвращаются, кстати сказать. Там поработают и к нам. И потом спецназ ФСБ. И тоже ребята гибнут наши. И спецназы ФСБ, и внутренних войск. Мы потери несем постоянно. Там повоюют, научатся и нас отсюда к нам. Взрывы осуществляют, нападения и так далее, и так далее. Мы хорошо помним, что творилось у нас в середине 90-х, 2000-х. Нельзя допустить ни в коем случае возврата вот к той ситуации. И ваша работа в Сирии как раз направлена на то, чтобы не допустить вот этой ситуации в нашей стране. Сергей Лавров сообщил журналистам по итогам встречи глав МИД ОБСЕ, что Москва передала Вашингтону доказательства покупки Анкарой нефти у запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. Также по итогам встречи с госсекретарем США Джоном Керри, Лавров отметил, что у американцев есть понимание необходимости закрыть турецко-сирийскую границу. У американцев есть понимание, что это сделать нужно. Есть понимание, что курды в этом вопросе, как и в борьбе с ИГИЛ, являются союзниками, в том числе союзниками Соединенных Штатов, многих европейских стран, которые помогают курдскому ополчению обеспечивать свою боеготовность в противодействии террористам. Но, разумеется, это вещь, закрытие границ, это такая вещь, которую делать можно только в комплексе, и объединив усилия всех, кто работает на земле, ну и прикрывать с воздуха. Так что, какую конкретно форму это примет, пока сказать трудно, но то, что эта проблема уже признана как центральная, одна из центральных, это факт. Между тем, как сообщает турецкая газета «Хюриет», Анкара отклонила предложение Вашингтона перекрыть участок границы Сирии за счет отправки туда дополнительного воинского контингента. Этот отрезок границы используется для переправки боевиков в Сирию и контрабанды нефти террористами ИГИЛ. Во время переговоров с Турцией США высказали предложение о развертывании крупных воинских контингентов на участке длиной в 98 километров. Однако для этого, заявили в Анкаре, нужны как минимум 30 тысяч военных и наблюдательные вышки, а это слишком затратно. Высокий суд Лондона выдал ордер на немедленный арест российского банкира Сергея Пугачева. В России его обвиняют в хищении 75 миллиардов рублей. Британская эфемида требует срочно взять под стражу бывшего сенатора и основателя Межпромбанка из-за злостного нарушения им судебных приказов. Говорится о 17 случаях, главный из которых бегство Пугачева во Францию, хотя покидать Британию ему было запрещено. Если банкира признают виновным в неуважении к суду, он может быть приговорен к тюремному заключению сроком до двух лет. Решение суд Лондона примет 7 декабря. 12 самодельных бомб обнаружено у подозреваемых в стрельбе в Калифорнии. Об этом заявили в полиции города Сан-Бернардино. Также у них были найдены материалы для изготовления взрывных устройств и несколько тысяч патронов. По данным СНН, один из подозреваемых, 28-летний Саид Фарук, имел контакты с террористами. Напомню, в среду двое вооруженных людей устроили бойню в здании социального центра. Погибли 14 человек, 21 получило ранения. В ходе полицейской операции нападавшие уничтожены. Мотив преступников неизвестен. На этом пока все. До встречи.